Всем-всем огромный привет! Сегодня пришла долгожданная посылка от Оксаночки Александовой. Долгожданная, потому что я ее реально ждала. Я знала, что Оксана мне ее собирает и вышлет. Поэтому радости не было предела. На почту бежали в припрыжку. Ну, вернее, бежал мой муж, а я ждала дома. Оксан, спасибо огромное! Я бы твою посылку назвала просто радугой. Она такая яркая, она такая праздничная и красочная. Ну, давайте я по порядку все-все вам покажу, что прислала Оксана. И вы сами убедитесь, что она была как прямо фейерверк с позитивом. На улице 0 градусов, страшный холод, то есть некто дождь. И все это по зеленой травке. Ветер сильный. В общем, такая некрасивая погода. И вдруг из коробки такая радуга. Но я начну чуть-чуть издалека. Очень-очень желанная вещь ко мне приехала. Многие девочки, кто любит косметику, в фикс-прайсах искали эту вещь. Это вот этот акриловый органайзер. Оксана смогла в своем фикс-прайсе найти. А у нас с ней договор, что если я в своем фикс-прайсе нахожу то, что хочется, ей покупаю я. Если она, то покупает она. Наконец-то у меня эта красотуля есть. И теперь я тоже счастливая обладательница такого органайзера. Вообще он прекрасен. Наконец-то. У меня есть один органайзер акриловый. Я его брала в интернет-магазине. Все на местах. Он чуть-чуть длиннее. И намного-намного дороже. А разница в длине чуть-чуть подлиннее. Поэтому то, что фикс-прайс предлагает, это шикарная цена. И очень-очень хорошие вещи. Вот эти акриловые органайзеры. Ну, теперь давайте покажу часть радуги. Я не просто так начала с органайзера. Оксана мне прислала букет цветов. Вы только посмотрите, какой он классный. Это ручки. Это шариковые ручки. Они с колпачком с этой стороны. Так, у меня руки в креме. Не буду дергать. А с этой стороны вот такие вот цветочки. Тоже как-то я в одном магазине брала себе одну ручку. А потом подумала, ну почему одну? Надо было букет. Но возможности уже приобрести такие ручки не было. И Оксана, зная, что я мечтаю о таком букетике, мне его купила и прислала. Вот такой вот красивый. Ну, прямо вау. Конечно, я его сейчас поставлю. Будем использовать как вазочку этот красивый-красивый органайзер. Ну и радуга продолжается. У Оксаны, она живет в Новом Уренгое. Там народы севера живут недалеко от них. И в городе есть, и чуть дальше. И не так давно она показывала даже ролики на своем канале. Был праздник народов севера. И она на этом празднике снимала ролики, показывала ярмарку. Все такое было интересное, необычное. И оттуда ко мне приехал с этой ярмарки вот такой сувенир. Посмотрите, какое чудо. Оксана говорит, этот он совщица народов севера. Вот такая красавица. У нее здесь написано Ямал. Так что вот такое вот чудо красивенное ко мне приехала. Вот такая девчонка в своих одежках теплых, меховых. Супер! Давайте мы ее поставим так, она будет радовать нам улыбаться. Такая улыбашка милейшая просто. Следующее, что было в посылке, я улыбаюсь, как это, чеширский кот. Потому что действительно настолько это радостно. Оксана, спасибо! Вот прям вот такая посылка была необычная, крутая, классная. Ну, от радуги чуть-чуть отойду, но сейчас я продолжу. Это просто мечта. От Мэри Кэй. Когда я ходила на Мэри Кэй на мастер-классы, то мы такой щеточкой умывались, пробовали, но себе я ее так и не приобрела. Мне она была дороговата. И она ко мне приехала. Оксана, спасибо тебе огромное за нее. Это такое классное средство. В комплекте есть и батарейки, сменные насадки и сам аппарат. Это чистить лицо. Сейчас подобные аппараты есть во многих компаниях. И в Эйвенах, и в Эйвенах, и в Эйвенах, и в Эйвенах. Ну, во многих, в общем. Ну, вот ко мне приехала от Мэри Кэй. От Мэри Кэй я именно и хотела, потому что тестировала. Я знаю, что это работает просто замечательно. Плюс в прошлый раз мне, в прошлой посылке, Оксана присылала специальные умывашки от Мэри Кэй. Так что я буду и аппарат от этой компании использовать, и использовать средства, которыми я буду умываться тоже от этой компании. Просто супер. Радости нет предела. Ну, дальше краски. Яркие краски. Этот шампунь, посмотрите, от Горнье Гриньер. Девчонки, меня все поправляют, я все неправильно говорю. Замечательный шампунь. Оксана сама таким пользовалась. У нее он уже даже в пустых банках проскакал. Поэтому я знаю, что это хорошее средство. Он идет для сияния цвета. Органовое масло и клюква входит. И подходит для окрашенных и милированных волос. У меня волосы окрашенные. Скотч. Я думаю, что крышка не открывается. А она скотчем закрыта. Очень приятный аромат. Очень приятный и очень позитивный такой флакончик. Ставим сюда. Сейчас покажу то, что я очень ждала. Я знала, что это ко мне приедет. Это гель для душа. Алоэ вера. Входит в состав действительно алоэ вера. Гель идет освежающий. 260 миллилитров. Вот такой вот листик. Он какой большой. То есть он не маленький. От этой компании есть и умывалки гели, и гели для лица. У меня теперь есть вот такой замечательный гель для душа. Прямо вообще супер. Вот такой вот он классненький. Дальше. Крем для рук от Mary Kay. Вот такой вот классный. Satin Hands. 85 грамм. Mary Kay, вот что они молодцы, конечно, они в упаковке придают большое значение. У каждой упаковки есть коробочка. И есть инструкция. На самой коробочке и на креме русского языка нет. Хотя есть несколько языков. Но в инструкции как раз тут можно найти русский язык и все прочитать. Я всегда эти инструкции оставляю. Потому что со временем бывает забываешь, что за продукт. Поэтому инструкции выручают. От Mary Kay я далеко не уйду. Вот такой вот класснючий, просто класснючий крем вокруг глаз. Для области вокруг глаз приехал. В нем 14 грамм. Также идет упаковочка, коробочка. Крем и инструкция. Этот крем он антивозрастной. Это то, что прямо мечта. Потому что я знаю, что в Mary Kay вот эти кремы, вот эта именно линейка, она очень-очень хорошая. Прям очень хорошая. Ее все хвалят. И многие девочки, которые пользуются, любят и говорят, что действительно работает. И работает очень хорошо на глазках. Именно как антивозрастной эффект. Если я ничего не путаю. Если и путаю, Оксана, поправь меня. Вот такая вот классная упаковка даже. Прям такая, знаете, как нежно-нежно-розовая. Светло-розовая. Так. Тоже как раз из этой линейки. Я сначала думаю, что это за закладочка такая. А оказалось, это... Тут на русском не вижу. Потом поищу. В общем, вот такая вот система. Вот он этот вот крем, как я понимаю. Вот для кожи вокруг глаз. Тут, судя по всему, есть и маска. Крем ночной, дневной. А, ну вот она. Вот она, да. Вот она инструкция. Все тут на русском языке. Я, конечно, найду, прочитаю. Но это самая классная в Mary Kay система для возрастной кожи. Насколько я помню. Да. Вот она антивозрастная система. Очищающая пенка входит против заметных признаков старения антивозрастной. Так. Лифтинг-сыворотка. Дневной крем с высокой степенью защиты. И, наверное, ночной крем с ретинолом. И антивозрастная. Так, 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 так. Да. И вокруг глаз. Обновляющий крем для кожи. Ну, вот этот крем, он приехал ко мне отдельно. А вот всю вот эту вот линейку я, конечно, попробую. И, опять же, этот крем вокруг глаз, который входит здесь. Вот он, наверное, последний. Я его тоже использую. Ну, а потом перейду на тот. Вот такая красота. Это очень дорогая вообще система. И с огромным удовольствием я ее потестирую и попробую. Ксюша, спасибо. Огромное тебе спасибо. Так. Давайте я покажу еще вот такой шоколад. Доктор шоколад. Белый шоколад для лица. Подтягивающий. Если бы Оксана мне не сказала, что это такое, я, как в прошлых посылках, крем для рук чуть не съела. Бальзам для губчик не разбила. Но вот сейчас бы и маску. Съела бы. Это масло косметическое. Шоколад для лица. Подтягивающий. Так. Применение. Нанести чуть-чуть теплый шоколад на лицо. Пакетик можно положить в горячую воду. Избегая области вокруг глаз. Снять салфеткой или смыть через 15-20 минут. Вот. То есть вот такая вот классная маска для лица. Оксана говорила, что они очень-очень вкусно пахнут. Еще. И вот такие вот 4 саше. Так что с огромным я удовольствием буду пользоваться этим шоколадом. Не съем. Так. Сюда поставим, чтобы было видно. Дальше. Бальзам для губ. Вот такой бальзам для губ. Там вот под этой вот... под пленочкой. Красивая девушка, по-моему, стоит. Насколько я разглядела. И бальзам этот идет от доктора. Франция. Наверное, доктор Пьер Рико. Да, вот он, доктор. Вот здесь вот написано. Бальзам для губ. С огромным удовольствием буду пользоваться. Оксана знает, что я бальзамовый маньяк. Очень люблю. Вот так вот поставим его. Супер. Прям очень рады. Еще одна ярмарка была у Оксаны в городе. К ним регулярно приезжает индийская ярмарка. И Оксана с этой ярмарки мне прислала вот такой шикарный чай. В этом чае 100 грамм. Вот. Хайсон. Изысканная коллекция. Саутсеп. Цейлонский высшего сорта. Листовой. Я прямо в восторге. Это супер. Спасибо, Оксан, что ты на ярмарке вспомнила снова про меня. И прислала вот такой вот класснючий чай. Конечно, будем пить. Пить, радоваться и тебя вспоминать. Спасибо. Огромное спасибо. И тебе. И твоему мужу Жене. Потому что я знаю, что он тоже принимает участие. Когда ты покупаешь нам подарки. Дальше. Ну, чай. Чай показал. Давайте к чаю будем смотреть. А к чаю были вот такие вот две классные шоколадки. Дизайн, конечно, упаковки супер. В этой 70% какао. В этой 35%. Этот темный, я так понимаю, наверное, шоколад. И с апельсином. Ну, а тут много всего в шоколад входит. И он, судя по всему, по цвету даже, я так понимаю, молочный. Да, молочный шоколад с миндалем, карамелью и морской солью. Ничего себе. А этот темный шоколад с апельсиновой цедрой. Так что будем пробовать. Вот такие вот две шоколадки. Ой, дальше еще интереснее идет. Ну, на самом деле, не еще интереснее, а тоже интересно. Это вот такая киска приехала. У нас в фикс-прайсе таких не было. У нас был слоник. Нет, не слоник, а китенок. Но китенок что-то меня не привлек. Оксана, когда покупала кошечку, мне понравилось, что очень большое донышко. И я хочу в нее складывать те помады-бальзамы, которые я использую сейчас. Они очень удобно встают. И их тут будет очень много умещаться по кругу. То есть вот ежемесячные, какие у меня идут в косметичку. И вот такая вот сама бояшка-кошечка. Ну, а вообще сюда можно что угодно, вплоть до цветочков. Можно даже цветочки посадить, какую-нибудь фиалочку или кактусик. И на подоконнике будет такая киска радовать. Вот сюда ее поставим. Трудно что-то не закрыть. Но приходится что-то не закрывать. Дальше. Дальше давайте я вам покажу Максимке. Оксана Максимке прислала вот такую раскраску. Сейчас все раскраски называются антистрессовые. Я считаю, что это просто раскраска. Ну, хотя в любом случае, когда человек рисует, он успокаивается. Наверное, вот из этих соображений они называются теперь антистрессовые. Животные со всего света. Классная, очень классная раскраска. Мне она понравилась тем, что есть и начальные варианты, и дальше уже фантазия ребенка. Ну, или моя фантазия, если я буду рисовать. Потому что я тоже могу. Я тоже это дело люблю. Вот так вот, жители водоемов, жители моря. Такие позитивные улыбашки. И так вот все странички. Смотрите, какие они яркие, красивые. И можно продолжать фантазировать и раскрашивать. Наверное, поставлю вот так, чтобы было видно. Радуга. Радуга продолжается. Давайте смотреть. Приехал вот такой блокнот. И здесь тоже написано «Сотри», специальный слой внутри. Ну, дам я стирать Максимке, потому что там есть что стереть. Вот такие вот шарики. Это мультфильм «Кто смотрел вверх», да? Кажется, так он называется. С шариками. Домик на шариках. Замечательный. С пожеланиями. Так что будем искать пожелания. Так, как мне положить-то? Еще один блокнот. Вот такой красивенный. Это, наверное, Франция, я так понимаю. Я вообще люблю картины. Любые картины я рассматриваю очень-очень долго. Мне прямо вот каждый мазок кажется чем-то таким необыкновенным и удивительным. Когда я была совсем маленькая, у нас в городе очень много еще было мостовых, каменных мостовых. И вот я смотрю на эту вот дорогу, вымощенную кирпичами, камнями, вымощенную камнями. И вспоминаю свое детство, когда в нашем городе тоже были вот такие мостовые. И частенько можно было встретить, когда на лошадках ездили. В телеге сидит какой-нибудь мужичок, лошадкой погоняет. У него там что-то в телеге тоже лежит, например, на базар едет. И вот такая вот красота. Вот такая ностальгическая у меня получилась воспоминания ностальгические. И вот такой вот домик французский с розами, наверное. Супер! Спасибо, Оксан! Ну, Максимка сразу без всяких сомнений сказал, что это ему копибук с Angry Birds, с его птичками. Птички тоже радуга, посмотрите, это же тоже радуга. Я их вот сюда поставлю. Они нас будут тоже радовать. Девчонку подвинем. Красок добавим. Дальше. Давайте я покажу вам часть одежды. Начнем с головы. Оксана мне как-то... Оксана как-то сказала в своем ролике в FixPrice, что у них есть шапочки для душа. Она себе купила. Я говорю, Оксана, мне тоже надо. Я их уже полгода еще не могу найти. Последняя у нас уже порванная шапочка. Мы ее выкинуть не можем и заменить нечем. Потому что мне нужны именно глубокие шапки. Я покупала в FixPrice, вот если кто-то может мне сказать, что в FixPrice есть за 50 рублей с резиночкой. Мне такая не подходит. Для меня она мала. Потому что волосы длинные, мне нужно умещаться вместе с заколкой. А вот эти очень глубокие. И вместе с заколкой хорошо они все волосы прячут. Оксана говорит, ладно, я тебе куплю. В общем, отправила я ее за шапочками. Наверное, в ее FixPrice очень удивились, когда она пришла еще скупать остальные шапочки, какие там были. Но это произошло не только с шапочками. Оксана показала, когда тоже покупки в FixPrice, у них там были трусики. Женские, 46-го размера. У нас в FixPrice больше 40-го размера почему-то нет. А из 40-го я выросла уже лет, ну, несколько лет назад. И поэтому я ее отправила обратно. И она мне тоже купила трусики побольше размера. Вот. У нас в городе же нет трусов-то. Оксана, спасибо тебе огромное. Я представляю, как ты удивила тогда своих продавцов, когда ходила то за шапочками, то за трусиками. Мы с ней, конечно, смеялись тогда каждый день. Как ее продавцы каждый день встречали. Она то одно скупала, то второе скупала. Но ничего, зато я с трусами теперь и в шапочках. Дальше. У меня не только трусы с шапочками. У меня есть еще и носки. Смотрите. С носками у нас тоже беда была. В FixPrice дефицит. Многие знают, что я шью пупсов. И пупсов я одеваю именно в махровые носочки. Когда начинается весна, это становится дефицитом во всех магазинах, рынках и в FixPrice. И я в своем FixPrice, что смогла, последнее скупила. На рынках я тоже собрала последнее. И вот Оксана успела у себя в FixPrice тоже взять две пары и прислала мне. Так что в летний период мне очень трудно шить пупсов, потому что они у меня бедные, без одежек. А тут еще я смогу двоих одеть. Ну и что за посылка, если у меня нет мыла? Краски продолжаются. Радуга наша продолжается. Вот такое супер мыло. Я такое не видела нигде никогда. С моими любимыми цитрусами, апельсинчиками. Пахнет даже через упаковку. И видно, что он там прямо даже сам кусочек оранжевый. 75 грамм. Ну что-то прямо супер-пуперское такое. Вот такой вот позитивный кусочек. Следующий кусочек еще красивее. Палмолив, роскошь масел. Масло макадамия для лица и тела. Вы знаете, он так вкусно пахнет. Вот прям вкусно-вкусно пахнет. Прямо все сижу нюхаю. Как получила посылку. Все мыло нюхала. Ну и еще одно мужское. От Арко. Арко, не знаю как правильно. Вот такое вот мыло. Мило для человека. В общем для человеков. Для мужчин. Вот такой вот кусочек. Ксюша, спасибо тебе огромное. Шикарная оказалась посылка. Просто вау. Насколько она интересная. Для меня эта посылка радуга. Ну, правда. Такая она красочная. Я ее разложила на столе. Пока Макс не пришел со школы, я все любовалась. Потом уже собралась. Говорю, надо показывать вам. Но я еще сейчас не уберу. Еще полюбуюсь. Потому что она такая прямо как солнышко. В ненастный день. Ссылку обязательно на канал Оксаночки я оставлю. Если вдруг есть еще те, кто не знаком, вы пройдите, познакомьтесь. Наверное я и под роликом, и в конце ролика оставлю обязательно. Знакомьтесь с этой девочкой. У нее есть пернатые, хвостатые. Это ее собачки и птички. И замечательные обзоры. Ну, я думаю, чем они рассказывают, лучше зайти и посмотреть. Потому что ролики выходят практически каждый день. Ролики интересные. У нее много покупок, готовка и влоги. Ну, в общем, хороший блогер, который очень интересно снимает. Ксюша, спасибище тебе огромнейшее. Все, я пошла перебирать дальше и любоваться своим фейерверком. Всем спасибо за внимание. Спасибо за обзор. Если кто-то радовался вместе со мной, огромное спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok